Ежегодно собственники должны платить налоги на имущество, дома, дачи, квартиры, комнаты, автомобили, катера и другие транспортные средства, а также земельные участки. И рассчитываться россияне по ним должны до 1 декабря. В этом году россиянам необходимо заплатить несколько налогов на то имущество, которым они владели в 2019 году. Налог на имущество нужно заплатить за дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и машины места, а также за другие объекты капитального строительства. Помните, что этот налог начисляется только собственникам, людям, которые указаны в документе о собственности на перечисленные объекты. Его размер зависит от кадастровой стоимости объекта налогоблажения, то есть максимально приближенной к рыночной. Узнать кадастрову стоимость своей собственности можно, запросив выписку из Единого госреестра недвижимости по состоянию на 1 января 2019 года. Каждый муниципалитет устанавливает налоговую ставку самостоятельно. Налоговый кодекс ограничивает лишь ее максимальную величину. Ставку земельного налога также устанавливают муниципалитеты. Транспортный налог платят те, на кого зарегистрированы автомобили, мотоциклы, самолеты, яхты, катера и другие транспортные средства. Размер платежа, как правило, зависит от мощности двигателя. Подробнее эту тему обсудим с нашим гостем в студии Сергей Ефремов, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю. Доброе утро. Доброе утро. Викторович, доброе утро. Скоро, скоро 1 декабря. В каком виде налоговые уведомления должны прийти? Они должны прийти к тем людям, у которых есть личный кабинет налогоплательщика физического лица в электронном виде, через личный кабинет. И в бумажном виде к ним уже не придут. А те, у кого этого сервиса нету, тому прийти должны на бумажном, на бумаге. А те, у кого он есть, это они заходили и они там регистрировались? Да, это они добровольно, самостоятельно все это сделали. Поэтому они там могут все это посмотреть. И, кстати, кадастровую стоимость тоже в личном кабинете можно посмотреть. Вы знаете, что мне интересно? Я помню, что, например, на госуслугах налоговая задолженность только отображалась. Есть такой грешок за мной. А вот, например, в личном кабинете нужно было заходить только с госуслуг. Сейчас нет такой организации, что, например, ты, заходя в госуслуги, уже сразу видишь, какой налог тебе нужно заплатить или нужно переходить как раз? Нет, пока эти сведения все находятся в личном кабинете. А госуслуги, да, за должность. А вот получили уведомление, но не оплатили. Что неплательщику грозит? Ну, со 2 декабря будет насчитываться пеня, а дальше начнутся меры взыскания. А меры взыскания уже могут сильно жизнь человеку усложнить, начиная хотя бы с того, что мы можем взыскать либо с банковских счетов, либо заработные платы работодателю передать, ну, аресты имущества, запреты регистрационных действий, ну и прочие там вещи. В законе об исполнительном производстве много. А вот пеня, она в каком размере начисляется? 1,150 ставки рефинансирования, начиная с месяца неуплаты. Ну, вот если так более понятно в цифрах, то есть, например, задолженность 1030, да, например, составляет, то, соответственно, пеня будет расти по сколько в день? Рублей по 20, по 30, да? Ну, это получается ставка рефинансирования 4%, вот 4% в год примерно надо считать. А если уведомления не получили, что делать? Если не получили, то уже надо искать его. То есть, оно должно было бы получено еще в начале ноября. В личном кабинете налоговые уведомления сформировались 24 сентября и считаются полученными 25 сентября, то есть на следующий день после их формирования. Тем, которые отправляются по почте людям, считаются полученным на шестой день с момента отправки. Все отправки тоже были совершены в сентябре. Соответственно, если житель нашего края не получил налоговые уведомления, надо идти в МФЦ. Можно заявку подать на получение. Многофункциональные центры получат от налоговой инспекции. В налоговую инспекцию, в любую. Эта услуга не связана с местом жительства. В любую налоговую инспекцию, в ближайшие подходите и просите, подаете заявление на получение уведомления. Ну, либо, опять же, открываете себе личный кабинет, и там уже и в этом году, и в следующем, и всегда будете видеть все свои начисления. Но, Сергей Викторович, получается же, что уплата налогов, это же не такая, скажем так, игра с налоговой, поймай меня, да? Если сможешь, и вот я... А вот, знаете, вот там мне не приходило, мне не приходило, и вроде как в домике. А уплатить налоги, это же обязанность гражданина, и вот не получение уведомления не освобождает его уже, да, от обязанности? Не освобождает. Ну, вы абсолютно правы, вот игра, вы мне докажите, что я обязан, да, она не работает. Система построена так, что мы не выявляли ни разу, чтобы мы не направили налоговое уведомление. Налоговое уведомление по налоговому кодексу, статья 31, считается полученным на шестой день. То есть все, вот, соблюдение этой простой процедуры и обязывает налогоплательщика считать, что уведомление есть. То есть должен, если что-то не работает, должен сам об этом сообщить налоговую инспекцию. Потому что даже в гражданском законодательстве не получение почты является ответственностью того лица, который зарегистрировался по этому адресу. Ну, не живешь ты, да, имеешь прописку. И еще другие причины, они никак не освобождают от этого. То есть я к чему это спросил? Получается, вот, календарь налоговых платежей для каждого гражданина Российской Федерации, который должен уплачивать эти платежи, это вот часть жизни, это часть такой финансовой гигиены. Абсолютно правильно. То есть он должен, у него в календарике должно быть записано, когда какой налог уплатить. Это обязанность. Даже никакого, он всего один, 1 декабря срок. А вот если пришло все-таки уведомление, информация в нем некорректна, так же обращаемся в налоговую, либо через сайт, да, это дело. Да, обращаемся в инспекцию, указывая, какой реквизит неправильный, какая стоимость неправильная, какое имущество неправильное. Ну, вот здесь тоже в начале вы говорили про транспорт налог. Вот основные у нас претензии налогоплательщики говорят, мы уже продали машину. Ну, вот правильно вы сакцентировали, на кого зарегистрировано, тому придет обязанность уплатить налог. Здесь надо с своими покупателями разбираться самостоятельно, снимать с учета, перерегистрировать. Вот это вот часто ошибка такая возникает, налогоплательщик думает, что он продал, и значит, налог не должен платить. Вот, Сергей Викторович, смотрите, еще такой момент. Налоговая амнистия. Многие, они слышали что-то, где-то вот словосочетание для кого-то знакомое. И, как правило, вот в соцсетях кто-то кому-то из уст в уста говорит, что вот мне, брату Шурина Деверы, вот там вот он не заплатил, ему списали, налоговая амнистия была. А стоит ли вообще уповать на нее? Ну, конечно, не стоит. Налоговая амнистия, во-первых, это единичный был случай. Она амнистировала начисления до 2015 года. Действительно, есть люди, которые списали эти задолженности возникшим. Но тут можно сразу сказать, система взыскания построена по такой принципу, что если человек живет обычной социальной жизнью, то все равно налог с него будет взыскан. Если он работает, если у него есть активы, имущество, банковские счета. Это все возможность для взыскания. Ну, арестуют машину просто судебные приставы и выставят на торги. Уповать, что тебя не найдут, конечно, можно, но это надо бросить все и вот там в лесу каком-то жить. У нас уже по начислениям этого года заплатили 72% суммы. В целом, где-то мы выходим всегда на 75%, потом начинается принудительное взыскание. До подачи судебным, судебный приказ 90% людей платят. Дальше взыскивают судебные приставы. В этом году судебные приставы взыскали где-то 500 миллионов рублей уже. Начисляем 2 миллиарда 100. 500 миллионов принудительное взыскание. Но и остается совсем небольшой там узкий процент, 1-2-3%, который действительно перейдет на следующий год взыскания. Но мы взыскиваем несколько лет, поэтому дождаться какой-то амнистии, наверное, для нормального человека невозможно. Все равно взыщем. В любом случае стоит напомнить, что сегодня 26 ноября, 1 декабря, это совсем недалеко, это уже следующий вторник. Поэтому оплатите свои имущественные налоги, если вы этого еще не сделали, все равно это сделать придется. Поэтому логичнее не затягивайте и без проблем на это сделать. Все вы можете узнать в своем личном кабинете. Пожалуйста, успейте это сделать, потом будете сами жить спокойно. У нас в гостях был Сергей Ефремов, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю. Продолжение следует...